Всем привет! Это 14 выпуск моего нерегулярного подкаста, который называется Трёпси Бранта. За то время, которое прошло с 13 предыдущего выпуска, случился Як. Як — это, конечно, для меня и для всей нашей команды очень большое, серьезное, крупное событие. Мы, в общем, очень довольны тем, как Як в этом году прошел, про него много писали, поэтому я не буду здесь про него рассказывать, делать обзор каких-то докладов, стендов, выступлений, еще чего-то, хотя, честно говоря, очень хочется. Но нет, не буду. Посмотрите в оригинале, в конце концов, если интересно, потому что все выложено на сайте events.yandex.ru, очень много пересказов этих докладов в разных других источниках, короче, тут вот в традиционные каналы, пожалуйста. Я также не буду тщательно обзирать все, что у меня в это время было в канале TechSparks, потому что, ну, честно говоря, там не было каких-то очень таких выдающихся, больших, не знаю, ссылок, событий, материалов, которые бы хотелось вот здесь подробно рассмотреть за одним-единственным исключением. И, собственно говоря, вот так я и хочу построить сегодняшний подкаст. Сначала я хочу сделать, наверное, непривычную вещь, я так никогда не делал, я хочу сделать такой пересказ основных мыслей одной из книжек, которую я упоминал в своем канале TechSparks. Ну, а после этого, поскольку там книжка серьезная, в общем, такая, я бы сказал, немножечко печальная, ну, тема в ней рассматривается не самая оптимистичная, а потом я хочу все-таки действительно воспроизвести здесь просто целиком звуковую дорожку одного из, не одного из, а на самом деле завершающего доклада Яка, того доклада, который делал Ваня Ямщиков, потому что у него текст настолько хороший и самодостаточный, что, в общем, без слайдов его можно воспринимать и получить от него удовольствие. Хотя, безусловно, ему совершенно потрясающие рисунки сделал, насколько я понимаю, Маша Кутузова. И, конечно, я очень рекомендую посмотреть этот доклад в оригинале на YouTube или, опять же, у нас на сайте с всеми его картинками, да и просто Ваня прекрасен, как любой человек, держащийся на сцене, не только своим голосом, но же стекуляцией там всем на свете и так далее. Ну, ладно, я все равно понимаю, что многие из вас слушают подкасты в такой ситуации, когда нет возможности или нет желания отвлекаться на картинку, ну, например, за рулем. И тогда вот тот текст, который будет во второй части подкаста и послужит, по крайней мере, хоть каким-то знакомством с тем, какими идеями, какой истории Ваня завершал прошедший Як. Ну, вот, собственно говоря, в таком режиме и поехали. Итак, сначала про книжку. Книжка, которую вот хочется немножечко пересказать, хотя бы какие-то из ее мыслей, написана Джеймсом Уильямсом, вышла она совершенно недавно, называется она Stand Out of Our Light. Смысл этой фразы, это цитата Диогена, утверждается, что он примерно такими словами ответил Александру Македонскому, когда тот предложил философу выполни, сформулируй любое свое желание, я его выполню. А Диоген, посмотрев на него, посмотрев, куда падает тень Александра, она падала непосредственно на Диогена, сказала, уйди от света, не засти. Вот, собственно говоря, книжка с самого начала, она начинает, очень хорошо, вводная часть написана, с самого начала автор пишет, что вообще, конечно, Диоген, по-видимому, был таким предтечей современных троллей сетевых, потому что он троллил публику в полный рост. Очень любил этим заниматься, и, по сути дела, вот такой ответ Диогена Александру тоже был в какой-то степени троллингом, но, как в хорошем троллинге, за этим была, в общем, некоторая идея, что человек, пришедший тут со своими какими-то вопросами, пожеланиями, может совершенно не понимать, какие на самом деле ценности у того человека, который с ним общается, и предлагает, вот, что я тут тебе, как великий полководец, там, император, и все на свете могу дать все, что угодно, не, а не можешь, вообще, иди от света, это все, что от тебя нужно, потому что остальные твои возможности как-то вот к моим ценностям никакого отношения не имеют. И это интересный заход к книжке, которая, по сути дела, про нашу информационную экономику, вообще общество, в котором большую роль играют информационные или коммуникационные технологии, и вот эти названия, оказывается, страшно вредны и очень мешают, на самом деле, понять суть происходящих в обществе процессов, суть влияния этой технологии на нас, на общество, на нашу жизнь, и все это по той простой причине, что вот, если посмотреть на все это дело по возможности сверху, то открываются очень неприятные процессы. Книжка написана философом. Я бы, наверное, с неким подозрением, осторожностью отнесся к книжке, которую бы написал просто философ, который вот со стороны все это дело наблюдает, происходящее в информационных технологиях, но тут не совсем просто философ. Тот самый Джеймс Уильямс, который является автором этой книжки, вообще говоря, довольно долго работал в Гугле и занимался стратегическим дизайном многих гугловых продуктов. А потом в какой-то момент, видимо, что-то у него там внутри начало скрести, что что-то здесь не так, и надо попробовать разобраться вот на том самом верхнем философском уровне, а что, собственно говоря, не так, а почему мне не совсем нравится то, чем я делаю, то, чем я занимаюсь, хотя вообще мое дело мне всю жизнь как бы доставляло колоссальное удовольствие, да и вообще я работаю в корпорации, которая людям до хрена добра принесла, сделала жизнь лучше, комфортнее, удобней, огромное количество информации сделала для них доступным, так что же все-таки не так? Ну и вот оказалось, что кое-что с точки зрения этого самого Джеймса Уильямса не так. И первое основное, что не так, это название. Это название всего того, что мы называем IT, информационными технологиями и так далее. Он, в общем, справедливо довольно замечает, что, ребят, ну вот давайте посмотрим на такую метафору, на Тетрис. Ведь смотрите, вот нас же волнует и в итоге в какой-то момент заставляет проиграть не количество падающих кубиков. Вопрос не в том, сколько их там, их в начале бесконечное количество, они могут падать сколько угодно долго и не кончатся. И в тот момент, когда мы в итоге все окончаем играть, потому что они нас завалили, кубиков в этот момент где-то там в запасах стало не больше. И, в общем, в зависимости от того, как построена логика нарастания скорости в разных реализациях Тетриса, в разные моменты, разное количество этих самых кубиков может стать предельным. То есть здесь вопрос не в том, сколько кубиков доступно. Вопрос в том, с какой скоростью они начинают поступать. И когда мы перестаем уже успевать разгребать то, что на нас падает, правильно укладывать, и вот в этот момент мы, собственно, и проигрываем. Вопрос не в количестве, вопрос в объеме поступающей информации или поступающих блоков Тетриса в единицу времени. Ну, вот это на самом деле довольно разумная и очень интересная метафора. Мне она очень понравилась, что действительно мы же сейчас не от того, что информации стало больше. Информации, в общем, в мире всегда было немало. Информации, содержащиеся в библиотеках, там, не знаю, век назад, было столько, что тоже человек не смог бы все это прочитать. Но как-то эта информация на него поступала довольно тоненькими ручейками. До многих объектов информационных надо было докапываться и прикладывать большие усилия. Хотя, да, конечно, все равно там был телевизор, там были книжки, были, в конце концов, люди, и остаются, к счастью, с которыми мы разговариваем, и от которых тоже получаем какую-то информацию. Причем информацию не обязательно какую-то фактическую, ведь информация же бывает разная. Эмоции, отношения, какие-то наши чувства, это наши, там, не знаю, мысли, это тоже все информация. Ну, так все-таки что же изменилось? То, что на самом деле технологии начали нашим вниманием очень сильно управлять. И вот тут Джеймс Уильямс очень правильно говорит, слушайте, вообще, что такое внимание? На самом деле, вот, вроде, кажется, что очень понятная вещь, мы оперируем этим словом постоянно, а его хорошего определения, вообще говоря, нет. И поэтому давайте-ка мы попробуем разобраться, какие внимания бывают, потому что для того, чтобы решать проблему, если мы говорим, что проблемы связаны с тем, что на самом деле мы работаем в экономике внимания, а не в информационных технологиях, и на самом деле мы создаем технологии, управляющие, направляющие, манипулирующие вниманием, а не с точки зрения вот человека, а не просто технологии, которые поставляют ему информацию, потому что наша цель – это как раз завладеть его вниманием, наши бизнес-модели основаны на том, что мы, простите, продаем внимание этих людей, например, рекламодателям и так далее. Так давайте, может, разберемся все-таки с тем, что такое это самое внимание. Вроде бы у него появляется три таких типа внимания. Ну, во-первых, первая и самая главная оговорка, о которой, почему важно рассматривать внимание, потому что внимание – это ограниченный ресурс. Понятно, что если есть какой-то ограниченный ресурс, то, что вокруг него выстраивается сложная экономика, сложная система, распределение этого ограниченного ресурса. Поскольку информация сейчас стала ресурсом неограниченным, то как бы вот распределение этого неограниченного ресурса, его упорядочение, да, это работа, как известно, там вот Google говорит, что у него миссия такая – упорядочивать всю эту самую мировую информацию. Но это как бы людей не очень касается, потому что все равно до всей мировой информации никто из них не доберется. Это такая абстрактная работа, очень полезная работа библиотекаря. А с людьми-то что происходит? А с людьми происходит управление их тем самым вниманием, которое ограниченное, и на самом деле это ресурс еще и постоянно дорожающий. Ну, понятно, что вообще говоря, впервые об этом стали задумываться еще в середине прошлого века, когда психологи пришли в рекламу и стали немножечко с рекламными технологиями работать с точки зрения психологии. Ну, а потом там чуть попозже, еще лет через 20-30, работы Канемана, на которые я всегда люблю сослаться, показали, что там много интересного, и что наши повседневные решения не управляются рациональными, не только рациональными рассуждениями, но в них есть дофига вещей, при которых не обязательно апеллировать к разуму, а управлять поведением можно очень хорошо. Ну и вот в итоге, что ж такое эти самые, это самое внимание. Автор выделяет три типа внимания. У него, буду приводить английские названия, потому что они хороши тем, что они все лайтом кончаются. Это спотлайт. Спотлайт – это прожектор, на самом деле, в одном из основных переводов. Это состояние текущего фокуса на выполняемой задаче. Это, собственно, то, что позволяет нам делать то, что мы делаем. И поэтому это такое повседневное рабочее внимание, которое чаще всего и ассоциируется со словом «внимание». Я вот сейчас сосредоточил свое внимание на том, что я записываю подкаст. Ну вот да. Но он говорит, что это не единственный, на самом деле, способ описать, что такое внимание, не единственная разновидность внимания. Второе, не менее важное – это старлайт, это звездный свет. Это то внимание, которое позволяет нам сравнивать нашу жизнь, сравнивать какие-то свои действия, поступки, идеи, с тем, какие у нас цели и ценности. Это история, которая позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. Потому что недостаточно просто делать то, что мы делаем. Все-таки мы живем не только текущим моментом. Как только мы начинаем немножечко смотреть вдаль по времени и как-то сравнивать себя настоящих с собой идеальными, вот здесь и возникает эта самая история света, который позволяет быть теми, кем мы хотим. Ну, собственно, а кем мы хотим? А этот откуда берется? И вот здесь у него есть еще такой daylight – дневной свет. это та самая способность, тоже требующая внимания, действительно, способность к рефлексии и рассуждениям. Та интеллектуальная деятельность, которая и позволяет формулировать цели и ценности, собственно говоря, она позволяет хотеть, что именно мы хотим хотеть. Довольно странная фраза, но вот еще раз, если ее внимательно послушать и на ней немножко задуматься. действительно, вот есть нечто, наше интеллектуальное состояние, которое позволяет хотеть то, что именно мы хотим хотеть. И вот вопрос о том, на каких уровнях внимания, на каком из типов этого самого spotlight, starlight или daylight наибольшее влияние оказывают современные технологии, которые мы ошибочно называем информационными, потому что они на самом деле технологии управления вниманием. И вот тут оказывается, что на самом деле создатели механизмов вот той самой сиюминутной обратной связи типа лайков, ну, не то чтобы хотели нас сделать ничтожествами, которых нет там высоких целей, но у них, в общем, это немножко получилось в качестве побочного эффекта. Просто потому, что цели, связанные с сиюминутным вознаграждением, они очень быстро мельчают. Это такая, ну, победа сиюминутной мелочности над благоразумной дальновидностью. Примерно так, собственно, сформулировано в книжке. Потому что механизмы управления вниманием, управляемые сиюминутными реакциями, мешают развитию концентрации и осознанности. Они подавляют рефлексию и не дают времени на рассуждение. Ну, слушайте, мы все это прекрасно помним, когда мы живем в интерактивной среде. Будь то, ну, самый яркий пример, социальная сеточка, будь то какой-нибудь чатик, будь то форум и так далее. Потому что в тот момент, когда мы должны как-то быть, нам не то, что мы должны, а у нас есть возможность, и от нас, вообще говоря, ждут, что мы как-то прореагируем, что мы прокомментируем, что мы поставим лайк, или мы там, не знаю, отпишемся от этого человека навсегда. Это оказывается, что это вот история, которая в основном происходит под воздействием того, что у Канемана на самом деле называется система 1. 1. Это срабатывают рефлексы, ну, не рефлексы, а какие-то эвристики, неосознанные наши желания, не отрефлексированные, не обдуманные реакции. Просто, уй, какая мерзость, уй, да пошел он, ох, вот я сейчас врежу, ну и так далее. И, к сожалению, вот действительно в итоге подавление рефлексий и недавание времени на рассуждение, это как раз способ нарушить тот самый третий тип внимания, тот самый daylight, который необходим для формирования ценностей. Ну и вот здесь, собственно говоря, почему вот философ-то взялся за эту книжку, он говорит, ребят, это бы фиг с ним, если это просто было бы так, ну, неприятной особенностью функционирования, например, социальных сетей. Но это, вообще-то говоря, некоторое покушение на то, для чего существуют всякие общественные институты и, вообще говоря, на необходимые условия существования современного человеческого общества. Потому что, вообще-то говоря, общество в основном объединено тем, что в нем есть какие-то общие ценности, которые вот людей вокруг себя объединяют. И там есть еще одна неприятная психологическая особенность, связанная с тем, что отрицательные сиюминутные реакции, отрицательные – это не значит, что их надо уничтожать, просто они, ну вот, выражают негативные эмоции человека. Это злость, возмущение, раздражение. Нет, они имеют полное право на существование и вообще должны существовать. Но они существуют, вообще говоря, в идеале, в неком балансе с там положительными всякими радостями, счастьем, благодарностью и так далее. Но эволюция так устроила, что, к сожалению, отрицательные эмоции, тревожные всякие вещи, гораздо легче подхватываются и распространяются, когда им легко распространяться, а в соцсетке, например, очень легко. И это понятный результат эволюции, потому что выживали те, кто быстрее и интенсивнее реагировал на опасность, потому что именно опасности требуют этой быстрой нерассуждающей реакции. А то пока будешь думать, съедят ведь. Ну и вот комбинация того, что цифровые среды общения, в которых мы часто обитаем, все больше требуют от нас, ну, не требуют, хорошо, они предполагают, что мы в них будем быстро и часто на что-то реагировать, они, в общем, провоцируют вот эти вот быстрые нерассуждающие реакции и вырабатывают у нас привычку так, вообще говоря, реагировать на все. И тем самым отучают нас пользоваться двумя медленными, долгими типами внимания, вот теми, которые связаны с нашими ценностями, с сравнением нашего поведения с нашими ценностями и с системой формирования этих ценностей. Ну и дальше там, конечно, масса-масса всяких выводов. Книжка большая и толстая, я не буду ее всю читать, не буду всю ее пересказывать, но, в общем, смысл-то в том, что в экономике внимания не информации теряет смысл, например, дискуссия, потому что, когда мы говорим про информацию, то в дискуссии могут рождаться некие новые мнения, идеи и прочие вот вещи, которые мы называем информацией, но когда у тебя все вокруг побуждения к действию, а не к повышению твоей информированности, а на самом деле, еще раз, среда, интерактивная среда, именно своей интерактивностью побуждает к действию. И тогда оказывается, что вопрос не в сторителлинге и не в том, в чем смысл этой самой истории, а в том, как можно быстрее нажать на кнопочку все того же лайка или шера, или еще что-нибудь. Это на самом деле отвлекает от размышлений, а не делает твое представление о мире более богатым и более осознанным. Ну, собственно говоря, на самом деле, отсюда очень правильный и хороший вывод, с которым я полностью согласен, я не могу сказать, что я вообще с этой книжкой сильно согласен в целом, но там есть куча вот интересных подходов, типа того, что действительно, помни все время, что мы работаем со вниманием людей, а не с информацией. Это полезный, очень полезный, очень хороший подход. Ну и очень хорошие иногда выводы, потому что, например, вся вот эта история борьбы с фейк-ньюсом в информационном поле, она заведомо проигрышная, потому что задача фейк-ньюс на самом деле вызвать действия человека, а не изменить его информационную картину. И пока ты пытаешься бороться с информационной картиной, ты здесь ничего не победишь, потому что фейк-ньюс – это отличные провокаторы быстрого действия. Поделиться, среагировать на это, распространить, они за счет этого взрывным образом и распространяются. Объяснять при этом медленно и печально, что, ребят, ну вы же не то распространяете, блин, я распространяю то, на что рука сама кликает. Вот они так и сделаны, чтобы на них рука сама кликала. Ну и вот все это очень неприятно, потому что, к сожалению, проектирование поведения пользователей, тут вот в авторе начинает говорить дизайнер, и дизайнер с хорошим опытом, человек, видимо, много работал над, например, Ютубом. Проектирование поведения пользователей вокруг метрик, которые сохраняют лишь поверхностный смысл типа вовлечения, в итоге оборачивается проектированием жизни пользователей. Те же самые эвристики, ну потому что вырабатываются рефлексы, те же самые эвристики человек начинает применять в повседневной жизни для привлечения внимания других, а это фигово для общества. Ну и для человека на самом деле тоже фигово. Ну и вот еще раз, почему мне вся эта книжка показалась интересной, поэтому я так тем, кому вот этот беглый пересказ покажется любопытным, все-таки советую попробовать ее прочесть. Потому что действительно, когда ты продолжаешь называть технологии информационными или коммуникационными, ты не с той стороны и не так думаешь над их реальными эффектами. Потому что эта история, например, про то, что цензура в современной жизни это не манипулирование информацией. На самом деле до информации всегда можно докопаться. Цензура сейчас это управление вниманием. Просто когда тебе вот что-то хочется, чтобы не стало известно людям, ты от этого очень хорошо их внимание уводишь. Собственно, так было, конечно, всегда, и традиционные медиа тоже занимались. Традиционная пропаганда, не знаю, советских времен, ровно этим активнейше занималась, переводя фокус внимания на другие вещи, а не на те, которые хотелось отцензурировать. А при желании до них можно было докопаться, там, не знаю, послушав вражьи голоса на коротких волнах, а потом, значит, пересказав друзьям. То есть, в принципе, информация была доступна, и казалось, что это управление информацией. Нет, это все равно было управление вниманием людей. Люди просто начинали обсуждать другое, их другое задевало. Но пока это было не столь высокотехнологично, на самом деле очень трудно в режиме браткаста на всю страну привлечь каждого к тому, что ему окажется настолько интересным, что он не пойдет читать что-то важное или искать что-то важное. Когда ты работаешь на уровне современных технологий, очень персонализированных, с искусственным интеллектом по ту сторону экрана и так далее, отвлечь, увлечь и заставить кликать, смотреть, читать, переживать и так далее, а не ходить туда, куда не надо, стало на порядок проще. И поэтому, на самом деле, цензура – это не про манипулирование информацией. И мы вроде умеем, когда от нас что-то пытаются там стереть, закрыть, заблокировать, умеем возмущаться и там немедленно пойти и обязательно вот у себя перепостить, чтобы информация не пропала. А когда нас просто перекидывают на другую тему или когда мы просто сидим и лайком подряд чего-то в Инстаграме часами, вместо того, чтобы что-нибудь более полезное для себя и для общества почитать и обдумать, это вот способ переключения внимания. И он отлично работает, и мы все чаще и чаще не замечаем, что он работает. То есть, вот опять же, цензуры не обязательно должны работать как ограничение доступа и сокрытие информации. Цензура в современном обществе, которое вокруг внимания построено, а не просто информация, это способ переведения фокуса этого внимания с того, что от тебя хотят скрыть. Ну и, в общем, да, у него там тоже есть такое хорошее сравнение, что ситуация немножко напоминает дидос-атаку. Когда столько всего требует внимания, и тебя просто чем-то заваливают, становится недавно умчивой коммуникацией, ну, то есть, когда у тебя по всем входным каналам ты забит всякая информация, которая нафиг не нужна. Но в этот момент ты не в состоянии обработать нужно. Ну и вот, да, потому что, понятно, надо же реагировать, в интернете кто-то неправ, а тут еще такое случилось, а тут еще надо куда-то деньги срочно перевезти. Ну, господи, вы все ленту читаете, вы же понимаете, о чем я. А еще некоторые дзен читают в параллели с Фейсбуком. Это вообще. Ну вот, поэтому, когда забиты ерундой входные каналы, что человек, что сервер становится бесполезным для окружающих, это тоже очень неплохо работает. Дальше не буду пересказывать все уши, их там на несколько сот страниц. А что делать-то? Ну вот, на стадии советов, как часто бывает у таких вот людей, озабоченных несовершенством мира, все становится гораздо более, как бы это сказать, невнятно. Потому что, конечно, прежде всего, он предлагает пересмотреть подход к рекламе вообще и к рекламной модели онлайновых бизнесов в частности. Он высказывает даже такое резкое суждение, что в конце концов торговля вниманием может быть столь же безнравственна, как торговля органами. Как бы вот торговля органами запрещена там на юридическом, на моральном, на каком угодно уровне, а вниманием торгуют все, кому не лень. Довести это дело до кодификации в уголовном кодексе, я боюсь, потребуется много лет, а скорее много поколений. Сделать это чем-то аморальным, ну, можно быстрее, наверное. И действительно, сейчас общественное мнение, общественное сознание вполне способно гораздо быстрее менять свою оценку каких-то событий, каких-то явлений, каких-то бизнес-практик, чем формальный закон. Поэтому, наверное, можно попытаться общество переучить. Но, вообще говоря, задачка непростая, и, главное, не очень понятно, с чего это общество вдруг начнет переучиваться. Понимая, что действительно здесь как-то все само собой явно не получится, автор предлагает воспользоваться опытом, например, медицины древней, в которой есть свои этические стандарты, просто профессиональные есть, там профессиональные клятвы и так далее. и справедливо замечает, что в профессиях, связанных с управлением человеческим поведением, реклама, например, к ним явным образом относится, нужны профессиональные этические стандарты, такие же, как, ну, не такие же, а так же, как в профессии психотерапевта, например. И профессиональные клятвы тоже нужны. Наряду с прочими социальными нормами и правилами, они, наверное, вот как-то действительно смогут эту самую эру экономики внимания правильно представить в обществе. Но это, опять же, процесс изменения традиций институтов образования, в первую очередь. И, в общем, не очень понятно, как это туда внедрить. И, опять же, каков будет, ну, собственно, стимул тех, кто образовывает людей, например, в области рекламы, вдруг туда внедрять клятвы. А автор тут даже, ну, такой черновик, альфа-версию, как он сам ее называет, клятвы, аналогичной клятве Гиппократа для людей, работающих в экономике внимания, предлагает. И там, ну, в общем, очень правильные, конечно, пункты. Искренне заботиться о благе людей. Понимать их цели и ценности, и цели своей работы ставить только совместимые с целями и ценностями тех, для кого эта работа совершается. Уважать свободы выбора и чужое внимание. Нет, это все очень правильные принципы. Но я с большим трудом себе представляю, как вот сделать так, чтобы эти принципы для человека, который кончил факультет маркетинга, были бы так же важны в повседневной работе, даже если вдруг внесут там в процедуру окончания или там получения диплома, как сделать так, чтобы эти принципы были для него так же важны, как слова клятвы Гиппократа для врача. Ну, черта знает. Чего-то у меня здесь есть большие сомнения. Поэтому вот как это часто бывает в своей финальной части, предлагающей советы, книжка, по-моему, не очень толковая, не очень полезная. А вот в части изучения проблемы, ну, в общем, мне кажется, вполне. То есть, по крайней мере, ее бегло просмотреть, ну, полезно. Может быть, даже ее в итоге когда-нибудь переведут на русский язык, потому что у нас сейчас тоже, в общем, всякие там этические дискуссии все больше и больше вокруг информационных, неправильно называемых информационными технологий происходят. И особенно вот в связи, действительно, с появлением там машинного обучения, машинного интеллекта, философы оживились и стали тоже включаться в эти разговоры. Поэтому, может быть, что-то и произойдет, и, может быть, будет полезно. Но главное, что ее имеет смысл посмотреть именно ради того, что какой бы ты профессиональной деятельностью не занимался, какой бы ты отношение, какую бы позицию не занимал относительно вот этих самых этических аспектов, просто чисто практически, когда ты начинаешь думать о том, чем мы все занимаемся с точки зрения того, что мы занимаемся не работой с информацией, а работой со вниманием людским, вот оказывается по-другому начинаешь видеть любые свои продукты, причем не обязательно рекламные. Потому что понятно, что любой продукт, который мы делаем в этих самых информационных технологиях, от игрушки до поиска или там голосового ассистента, это все на самом деле работа со вниманием человека. И страшно интересно постоянно себе напоминать про то, с чем ты на самом деле работаешь, что является вот объектом твоего труда, человеческое внимание. Так что вот ради одной этой мысли и разных ее ипостасей, и разных углов, под которыми на нее можно смотреть, книжку, наверное, пролистать все-таки стоит. Все, я заканчиваю эту длинную-длинную часть про... ой, просьбу Диогену уйти со света. Да, кстати, почему книжка так называется? Что мы должны вот тем людям, которые манипулируют нашим вниманием и закрывают от нас вот этот вот daylight, который позволяет нам формулировать свои цели и ценности, вот мы им должны сказать то же самое, что Диоген сказал Александру, уйдите от света, не мешайте своими манипуляциями, нашим вниманием. Вот, ну вот поэтому такое название книжки. Так вот, я кончаю, еще раз повторю все-таки, хотя в описании подкаста есть более точная ссылка, но все равно повторю, речь идет о книжке Stand Out of Our Light, которую написал Джеймс Уильямс. А теперь я хочу к более веселой части перейти. Теперь я просто включу запись из зала во время доклада Вани Ямщикова на Яке. Собственно, там все будет понятно с самой записи, если вдруг что-то непонятно, еще раз говорю, доступны варианты на YouTube, на Яндексе с картинкой. Идите, ищите, смотрите. Да, конечно, ссылочки опять же будут в описании подкаста. Поэтому давайте послушаем Ваню. Это гораздо более, хотя он тоже говорит об очень серьезных вещах, но это гораздо более живо, любопытно, весело, чем мой занудливый рассказ про то, почему нам надо говорить про человеческое внимание, а не про информацию. Так, переходим к Ване Ямщикову. Я много лет в разных видах представлял Ваню, и кто это было? Ваня Яндекс, потом это было Ваня Институт, Макса Планка Яндекс. Теперь вот я смотрю, что там на слайде, который сейчас выведут на экран. Иван Ямщиков, Абби. Хотя ты же все равно в Максе Планке. Итак, Иван Ямщиков, Абби, Макс Планк, Кубик. Привет, ребята! Как меня слышно? Как настроение? Спасибо большое, что вы остались здесь в столь поздний час. Вы молодцы. Я постараюсь вас не разочаровать и надеюсь, что вы проведете полчаса с пользой. Меня зовут Иван Ямщиков, я евангелист искусственного интеллекта в компании Абби. И я хочу рассказать вам о том, почему и как машинный интеллект помогает бизнесу быть нескучным. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, чего люди думали о роботах в 20 веке, о том, чего люди думают о роботах в 21. В этом месте я приведу какие-то реальные примеры того, как мы используем искусственный интеллект в Абби для оптимизации бизнес-процессов, в реальных каких-то B2B-решениях. А дальше мы попытаемся понять, как это все вообще будет развиваться, как это будет в первую очередь развиваться с точки зрения рынка труда. Как будет меняться бизнес по мере того, как все больше и больше областей бизнеса будут оптимизироваться за счет машинного обучения и искусственного интеллекта. Понятный план? Отлично. Такой понятный таймлайн. Что было, что будет, на чем сердце успокоится. Значит, и начинаем мы с того, что было. Как только появились машины, люди стали их бояться. Это такое прекрасное, удивительное свойство некоторых людей. Я думаю, что вы все знаете про пример с луддитами. Луддиты ломали станки, потому что станки отнимали работу у луддитов. И это было в начале 19 века. А в конце 19 века был другой пример, про который мне хочется рассказать, потому что про него меньше знают и меньше думают. И мне кажется, он при этом отлично объясняет то, как технологии меняют рынок труда и как они меняют бизнес. Компания Stainway производила развлекательные центры премиум-класса. В 19 веке, в конце его, компания Stainway была центром мироздания любого уважаемого богатого человека. В самой большой комнате у вас должен был быть рояль. За роялем должна играть ваша дочь или жена, лучше дочь и жена одновременно. Возможно, дочери и жены каких-то других людей, пришедших вместе к вам в гости. Рояль фирмы Stainway был на коне. Фирма Stainway продавала огромное количество роялей, играли на них в основном всякую дрянь. Ну, потому что, по понятным причинам, виртуозов-то было немного в 19 веке. Но рояль продавался. А потом, благодаря Попову или Марконе, кому как больше нравится, случилось радио. И продажи рояля Stainway упали. Что интересно, рояль не пропал как инструмент, не пропали пианисты, и более того, вполне возможно, что средний уровень музыки, которая исполнялась на рояле, с тех пор значительно повысился. Потому что развлекательным центром в доме буржуа стало радио. Когда приходит новая технология и говорит, ребята, мы сейчас что-то оптимизируем и сделаем лучше, если вы реагируете подсознательно и говорите, господи, у нас же теперь перестанут продаваться рояли, ребят, но вы боретесь с радио, вы все равно проиграете. Придумайте или нишу, или разберитесь, как использовать новую технологию, я не знаю, станьте первым генератором звукозаписывающих пластинок, к примеру, начните рояли записывать и продавать на радио. В общем, это два исторических примера про то, как довольно бессмысленно бороться с технологиями, и они хорошо резонируют с одним из главных тезисов сегодняшнего утреннего доклада. Прогресс неостановим. И при этом в 20 веке было две истории. И я думаю, что у многих из вас в голове одна из этих двух историй. Первая история называлась «Плохие роботы», а вторая история называлась «Хорошие роботы». Устроены они были так. В 20-м году появилась пьеса «Рур», которую написал, соответственно, чешский писатель и вообще придумал, придумал слово «роботы» Карл Чапик. Так он назвал «устройство, работающее за человека». В этой пьесе роботы убивают всех людей, и все заканчивается печально. А как бы в конце 20-го века появился фильм «Терминатор», в котором роботы не убивают всех людей, но вопросы какие-то к роботам у людей есть, согласитесь. Это история про плохих роботов. Как она устроена? Ну, нас ждет сингулярность, задач будет много, людей будет мало, роботы будут нам помогать, внезапно станут плохими и выпилят нас всех к чертовой обувшке. Понятная история про плохих роботов. Как выглядела история про хороших роботов? Она тоже начиналась с пьесы Чапика Рур и заканчивалась «Терминатором 2». В пьесе Чапика Рур два робота, когда роботы выпиливают всех людей, они выясняют, что сами роботы размножаться не могут. Это повергает роботов в тупик и вызывает у них некоторую экзистенциальную грусть. Дальше два робота открывают для себя любовь и Чапик, он такой гуманист, то есть они как бы становятся людьми и становятся новыми Адамами и Евой для нового человечества. Ну, в «Терминаторе 2» там тоже понятно, лучший способ защитить нас от злых роботов это добрые роботы, желательно еще накаченные и похожие на Шварценеггера. Они приедут к нам из будущего и починят все то, что нам поломают злые роботы. На самом деле, если вы подумаете глубоко, два этих сценария ничем не отличаются друг от друга. У нас будет сингулярность, человечество не сможет справиться с новыми вызовами, мы сделаем новых роботов и новые роботы нас выпилят. Случайно, специально, ну, заменят они нас. Это один и тот же сценарий, он одинаково технофобский. Удивительно, как люди этого не видят. А на самом деле, на дворе уже не 91-й год, когда был снят «Серминатор 2», на дворе 2018-й. И есть вот такой прекрасный пример. 11 мая 97-го года Гарри Каспаров проигрывает деблю. Сейчас есть некоторое количество спекуляций, которые говорят, что на самом деле деблю сделал ошибочный ход, который при этом так поразил маэстро, что Каспаров отказался играть дальше, подумав, что он проиграл. Это тоже довольно интересный сюжет. И все такие говорят, господи, шахматы кончились, кому нужны шахматы? Все, машины обыгрывают людей в шахматы. А в 98-м году сам Каспаров предлагает новый вид спорта. Этот вид спорта называется «Адванс Чесс». Я сейчас расскажу, как он устроен, но для начала я вам покажу пример 2016-го года. Магнус Карлсон, Сергей Корякин. Смотрели матч? Кто смотрел матч 2016-го года? Отлично! Считается одним из самых зрелищных шахматных матчей последние годы. Оба готовились к матчу с искусственным интеллектом. Оказалось, что искусственный интеллект и подготовка с ним позволяют сделать шахматы намного интереснее. Так вот, какой вид спорта придумали в 98-м? Придумали продвинутые шахматы. Продвинутые шахматы это когда гроссмейстер и компьютер играют против гроссмейстера и компьютера. Вы понимаете, в чем твист? Да? Там есть много интересных историй. почитайте про то, как устроены продвинутые шахматы. Там, к примеру, выясняется, что несколько неплохих гроссмейстеров и несколько среднего уровня компьютеров могут обыгрывать одного хорошего гроссмейстера и один хороший алгоритм. Оказывается, что есть какой-то эффект от масштаба и какой-то коллаборейшн в этом месте помогает играть лучше. Это интересный результат. Но главный вывод, который на самом деле из этого, мне кажется, стоит сделать, это то, что в 21 веке не бывает хороших или плохих роботов. Бывают злые задачи, хорошие задачи. Нужно использовать роботов к хорошим, адекватным задачам, тогда все будет окей. Мы не соревнуемся, мы сосуществуем. Я покажу примеры, какие-то из этих примеров очевидные, уж извините меня, но мы начнем с простого, потом продвинемся к чему-то более сложному. Смотрите, на самом деле мы уже, любой из вас, я уверен, взаимодействует с роботом в том или ином виде, с алгоритмом, может быть, даже без искусственного интеллекта, а просто с хранилищем данных, для того, чтобы аутсорсить роботу память, управление временем, коммуникацию. Ну, смотрите, память. У кого есть календарь в мобильном телефоне? Поднимите руки. Поздравляю, вы делите память с роботом. Вам дискомфортно? Вроде бы нет. Вроде бы очень удобно. Второй хороший пример это управление временем, и мы сейчас не про календарь. Кто из вас вечером трудного дня открывает навигатор и понимает, что лучше поработать сейчас еще полчаса, чем полчаса простоять в пробке? Поздравляю, робот управляет вашим временем. Коммуникация. На самом деле, про это мы сейчас поговорим отдельно и больше, но есть много решений, которые нам позволяют эффективнее общаться. В конце концов, идея саморизейшена в почте, это штука, которую вы, скорее всего, не используете, я использую, но она помогает. Приоритизация нотификаций на телефоне. Вы уже помогаете роботу общаться, робот помогает вам общаться с другими людьми. И вам тоже вроде от этого не дискомфортно. Это нормально. Это довольно интересные примеры. Есть примеры, которые работают в бизнесе и которые, собственно, в Абе реализуются. Вот смотрите, я вам расскажу несколько примеров про то, как мы используем искусственный интеллект в работе с документами, про то, как мы используем искусственный интеллект для оценки рисков и мониторинга для такого рода задач и для автоматизации закупок. Подавите зевок, мы сейчас пройдем эти примеры и потом вы поймете, почему вам захотелось зевнуть сейчас. Смотрите, открытие счета. Если вы когда-нибудь попытались открыть, вот, вот, я вижу, человек зевнул, не подавил зевок, скрыл его просто рукой, правильно, все нормально. Открытие счета в банке. Эбби предлагает решение, которое позволяет открыть счет юридическому или физическому лицу намного быстрее, потому что человеку очень трудно проверять рукописные документы, человеку вообще трудно их заполнять. Это все медленно, долго и больно. Мы проводим анбординг, мы распознаем формы, мы кладем их в базу, мы делаем это быстро и практически безболезненно для обоих участников процесса. Что для банка, что для организации, которая пришла открывать счет. оценка рисков по мониторингу. У нас, допустим, есть решение, которое позволяет вам, приходит к вам человек за кредитом, ну, организация за кредитом, у нас есть решение, которое позволяет промониторить практически всю информацию доступную об этом юридическом лице и оценить риски. Стоит с этим человеком взаимодействовать или нет. Эта же история работает и для мониторинга СМИ, к примеру. Понятная история. Если вы людьми это будете делать, у вас, во-первых, будет огромный процент ошибок, во-вторых, ну, это будет просто долго. Третья история автоматизация закупок. Это история про автоматизацию документа оборота и DLT, Distributed Ledger Technology. Это такая штука, очень похожая на блокчейн, когда вы с вашим партнером обмениваетесь документами, и вам нужно что-то экспортировать куда-нибудь. Мы вам делаем решение, которое на порядок уменьшает время, которое нужно на совершение сделки. Потому что у вас куча документации, она разная с разных сторон. Решение проверяет это все само, записывает, значит, в распределенный реестр результаты проверки. Если все сошлось с обоих сторон, можно совершать сделку. Это реальные примеры, которые просто уже работают. Позволяют сохранить много человеческого времени. Давайте подумаем, куда вообще придет автоматизация, из этих примеров. Вот там вот человек был, который прям правильно зевнул, когда я ему стал перечитать эти примеры. Обратите внимание, что вообще является главной целью, главным таргетом автоматизации в современном бизнес-процессе. скука. Если вашим сотрудникам скучно это делать, у них понижается концентрация, они хуже делают эту работу, а алгоритмы не скучают. Что это вообще значит? Что такое скука? Почему мозгу скучно? Если вы почитаете когнитивных психологов, то они вам расскажут, что мозгу скучно, когда ему понятно, как что-то делать, и мозгу скучно, когда эта штука монотонна, когда это надо делать много раз. Я уже понял, как это делается, но мне надо это сделать еще, 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 еще. Это же отвратительно, правильно? Кто согласен со мной? Скажите «я». Давайте еще раз попробуем. Кто согласен со мной? Скажите «я». Вот. Видите? А что значит скучно для алгоритма? Если это понятно мозгу, значит, это можно автоматизировать. Значит, вы можете с языка мозга перевести это на язык программного кода или обучить это статистически на примере датасета, собранного и размещенного мозгами. А если это монотонно, значит, у вас будет эффект от масштаба. Если у вас есть какая-то скучная задача, на которую вы тратите один час в год, то туда автоматизация придет еще очень нескоро. Но если вы на эту задачу тратите два часа в день, какого черта там нет автоматизации? У Кевина Келли, редактора журнала Wired, есть прекрасная фраза. Он говорит, через 20 лет люди будут смотреть на нас так же, как мы сейчас смотрим на людей, стоявших в основании интернета. Сейчас мы говорим, ну вам-то было легко сделать бизнес в 90-е, вы открываете сайт на любую тему, и все, вы уже лидер в отрасли. Вот он говорит, что через 20 лет будут люди говорить, ребят, ну вам было легко стать лидерами в отрасли, вы просто прикручиваете искусственный интеллект к любой задачке и становитесь лидером. Это очень важная мысль. И это мысль несет за собой как риски, так и возможности. Почему возможности? Ну потому что люди в космос летают, вы какую-то фигню сделать не можете, да? Потому что когда вы разгружаете человеческий мозг, человеческий мозг начинает искать для себя что-то интересное. Это естественное свойство человеческого мозга. Если вы попробуете оставить ребенка в закрытой комнате с двумя титановыми шариками, вы удивитесь количеству идей, которые ребенок сгенерирует, про то, как можно их применить. Но это, конечно, и новые риски. Вот прекрасная фотография Наташи Касаткина из МЦК. Возможность падения с платформой. Возможности бывают разные. Мозг, конечно, в поисках нового может столкнуться с какими-то новыми опачьюнити, с которыми прям не то, чтобы мы хотели, чтобы мозг прям с ними сталкивался. Но так или иначе, давайте подумаем, что будет оптимизироваться, что вообще значит вся эта история, которую мы сейчас обсуждаем. Оптимизироваться будут экстенсивные задачи. То есть, если задачка решается быстрее от того, что над ней работает не 20 человек, а 40, значит, эту задачку есть смысл оптимизировать. Значит, эта задачка не содержит в себе какой-то творческой и креативной составляющей. Она скучная. Задачи без нарастающей сложности. То есть, задачи, которые сделать вот это 10 раз так же просто, как сделать это миллион раз. И задачи, которые затрудняют коммуникацию. То есть, задачи, которые можно сделать внутри одной головы. Вам не надо думать об кого-то, чтобы сделать эту задачу. Значит, эту задачу будут оптимизировать. Теперь, что это значит для вас, как владельцев бизнеса и для вас, как сотрудников? Для вас, как владельцев бизнеса, это означает, что на самом деле одна из важных целевых метрик у вас в управлении персоналом это не давать людям скучать. если вы видите, что у вас где-то люди скучают, вам нужно в этом месте придумывать, скорее всего, какое-то автоматизованное решение и учить их чему-то другому. Они это уже умеют. Если вы сотрудник и вам скучно, у вас что-то не так. Подумайте о том, что вы делаете. Вы делаете что-то не так. Вы живете в мире, где бывают хорошие и плохие роботы. Из него надо уходить. Какие будут сценарии развития интеллекта в 21 веке в связи с этим? Ну, смотрите, это уже совсем из области фантастики и тут я не уверен, что все ровно так и будет, но мне кажется, это логичный вывод из того, что мы обсудили. Все скучное будет оптимизироваться, по мере этого мозг будет находить в себе новые задачи. И дальше мы можем пойти по одной из трех возможных траекторий. Траектория первая — окружность. Оказывается, что объем задач, влезающий в наш мозг, это сектор, и мы как-то так по нему движемся, за нами бежит искусственный интеллект, оптимизирует какие-то задачки, которые нам кажутся скучными, но мы особо не растем, мы как-то кружимся. В каждый момент времени делаем какие-то свои задачи. Второй вариант — спираль, похожий на предыдущий. Мы как-то вот тоже кружимся по кругу, но выходим каждый раз на новый уровень. Мы, условно говоря, читать начинаем как-то по-другому или придумываем какие-то другие эффективные представления информации, ну и как-то вот медленно, но верно, линейно растем в плане наших когнитивных возможностей. Сценарий третий самый классный, наименее вероятный, но возможный. Это история, когда искусственный интеллект начинает работать как архив для мозга. Это не противник, это архив. Вы уже аутсорсите туда память, потому что используете календарь. Вы точно так же можете аутсорсить туда любую другую когнитивную способность, которая поддается автоматизации и которая воспринимается вашим мозгом как скучная. И это, конечно, самый интересный сценарий, хотя, как и многие интересные сценарии, маловероятные. Давайте коротко резюмируем, о чем мы сегодня поговорили. Мы поговорили о том, что в современном мире мы переходим от противостояния алгоритмов к взаимопомощи. И это реальные решения, работающие на всех уровнях. Мы поговорили, что в бизнес-процессах оптимизация таргетирует скуку. Бизнес-процесс, воспринимающийся вашими сотрудниками как скучный и дающий эффект от масштаба, то есть монотонный, большой, занимающий много костов в вашей производственной цепочке будет оптимизирован с помощью ИИ. Мы поняли, что для того, чтобы быть конкурентным, не надо позволять себе скучать. Вы же поймите, что вы можете сейчас смеяться и такие, а, конечно, надо веселить сотрудников. Ну, надо. В какой-то момент просто ваш конкурент оптимизирует то, что вы не оптимизировали. И все. Вот на этой оптимистической ноте, собственно, я заканчиваю и готов перейти к вашим вопросам. Вань, спасибо. Насчет оптимизма все хорошо, действительно оптимистично. А теперь посмотрим, что тебя спросят на концептуальные доклады. всегда вот как-то с вопросами плоховато. Хотя, хотя, у микрофона номер 3 я уже вижу человека. Он девятый, я вижу микрофон, тоже кто-то там. Есть люди? Давайте с третьего начнем. Номер 3. Андрей Колесников, телеграм-канал Smart Event Mos. Иван, большое спасибо за такой яркий энтузиаст. Чувствуется приятно слушать человека, который любит тем, что занимается. И вот такой вопрос. Какой ваш личный вызов, чего вы хотели бы достичь в собственном развитии в искусственном интеллекте в ближайшие 3-5 лет? Спасибо. Мне нравится язык. Мне интересен язык. Я занимаюсь и в плане исследований, и внутри ЭБИ. Мы много работаем с естественным языком. И сегодня весь день мы говорим про естественный язык. Естественный язык это самый эффективный способ передачи информации от интеллекта к интеллекту. Пока более эффективного нам неизвестно способа. И, конечно, мне очень интересно быть очень маленькой частью этого процесса, который, я уверен, вот сейчас происходит, когда мы начинаем создавать все более и более продвинутые алгоритмы с работающие с естественным языком. Какой будет временной интервал, сколько нам нужно для этого времени, ресурсов, и куда мы в этом месте придем? Ну, наверное, просто так в лоб это прогнозировать очень странно. Потому что в любой технологической пирамиде она такая складывается из кусочков лего. И очень неожиданно бывают появляются какие-то новые элементы, которые кто-то внезапно догадывается встроить в общую технологию, и какой-то шаг может случиться очень быстро или очень медленно. К примеру, вот результат 15-го года, когда научились отделять смысл картинки от стиля картинки и используются в приложении по типу призмы, стилизация картинок и стайл-трансфер в картинках. Вот этот результат был очень неожиданный. Он как бы появился из ниоткуда. Вполне возможно, что в естественной речи мы тоже какой-то такой результат получим. И, конечно, быть одним из тех людей, который такой результат получит, это суперкруто. Но не факт, что это возможно. Как повезет. Спасибо. Смотри, тебя, видимо, кто-то слушал в онлайне. Спасибо, ребята. Я не в этом смысле. И задумался над твоим высказыванием про скуку. И поэтому просит прямого конкретного совета. Да. Иван, очень нужен софт для рисовки бизнес-процессов внутри компании. Посоветуй. Это хороший вопрос. Я думаю, что есть несколько коммерческих решений, которые я не буду называть. А не коммерческие решения, ну, ребят, возьмите любой инструмент визуализации графов, к примеру, Gefi. Он бесплатный, опенсорсный. Порисуйте точечки, где у вас входящие, исходящие, повесьте, там туда можно какие-нибудь веса на веточки поставить. Посмотрите мою лекцию про графы трехлетней давности или четырехлетней. Скромно. Узнайте, что это такое. Люблю самоцитирование. Хей. Вопрос от микрофона номер четыре. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Ближе-ближе к микрофону, Кирилл. Вы рассказывали про то, что мы в будущем отечем скучной задачи и будем все дружно вместе решать нестандартные классные. Да. Я надеюсь на это. Соответственно, сейчас есть некая доля населения, которые выполняют рутинную работу, скучные задачи. Вопрос, хватит ли на них интересной работы и если не хватит, то что делать? Мне кажется, что хватит. Мне кажется, что все очень сильно зависит от системы образования и те изменения, которые сейчас, опять же, в данный момент происходят в образовании массовом по всему миру за счет, опять же, внедрения персонализации, массовых онлайн-курсов, изменения вообще образовательных стандартов, они, мне кажется, этому сильно поспособствуют. Но на самом деле это не единственный сценарий, который я вижу, это тот сценарий, который мне кажется самым интересным и который я бы хотел видеть. Вы же понимаете, вот есть на самом деле некоторый набор этих потенциальных сценариев, понятное дело, но про другие мне говорить неинтересно, мне кажется, другие более скучными. Спасибо. Теперь давай-ка в ту сторону повернись, пожалуйста. Номер один. Иван, спасибо за доклад. Тут была такая мысль от тебя, что через 20 лет будут говорить, что тогда не подумали. какие отрасли ты сейчас видишь, куда можно, ну ты наверняка об этом думал, куда можно применить этот искусственный интеллект и где он сейчас нужен как вот must-have. Ну есть на самом деле очень много решений из коробки, которые просто уже есть, уже есть модели, они open-source, ты можешь взять их и прикрутить к какому-то устройству и просто сделать из этого продукт. Некоторые из этих продуктов надо тестировать на рынок, но очевидно, что, я не знаю, там любые вещи связаны с корректировкой поведения. Умный цветочный горшок, который говорит тебе, что ты сутулишься. Я не знаю, ну на рабочем месте, на рабочем месте, да. Не знаю, там, душ, который поет с тобой караоке. не знаю, какой-нибудь, давай что-то еще. Отрасли, отрасли. Ну, бытовые приборы, транспорт, все, что с ним связано вокруг этого, ритейл, если совсем крупными мазками, потому что, понятное дело, что текущая модель, когда я хожу, и мне надо куда-то ходить в полки какие-то, они все молчат, с ними их не потрогаешь, с ними ничего не сделаешь, они какие-то, как вообще из 18 века. Ну, конечно, надо что-то менять. Спасибо. Спасибо. Упражнение для шеи и глаз. Подними взгляд на номер 9. Привет! Да, привет. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот ты рассказывал, очень интересно, что роботы распознают заявки на кредит и в банке. Да. И это дело из работы не скучно для сотрудников, но мне по-прежнему скучно их заполнять, когда... Я тебя понимаю. ...когда это есть роботы, которые будут заполнять из замены. Ну, на самом деле, конечно, на клиентской стороне, когда... есть очень много банковских решений, которые делают какой-то твой скоринг и так далее. Сейчас просто главная проблема заключения этого контракта. И огромный вопрос — это то, как ты делишься своими личными данными и насколько регулятор позволяет бизнесам что-то о тебе знать. И тут, на самом деле, есть много тонких этических вопросов. К примеру, есть в Китае вот этот глобальный рейтинг, про который много писали недавно сравнительно СМИ, когда на самом деле с твоей стороны тоже как бы документы заполнятся за тебя. Другой вопрос — готов ли ты на такую степень прозрачности с регулятором? Ну, я лично, к примеру, не то чтобы готов. Поэтому я готов в этом месте потерпеть скуку и как бы продать часть своей скуки за часть своей приватности. Но есть люди, которые считают иначе? Да, я готов. Да, окей. Запомните его. Ваня, тут тебя ловят в онлайне на логическом противоречии. Да, отлично. Вот что тебе пишут. Пример с навигатором и пробками. У спикера подмена понятий. Да, конечно. Можно ли сказать, что это лишь удобство для принятия решений, а никакое нереальное управление или союз робота и человека? Ну, я про управление не говорил, я говорил про союз. Мне кажется, что можно, поэтому я и сказал. Не знаю, что еще ответить на этот вопрос. Ответил, спасибо. Переходим на… Ну, давайте второй. Давайте. Здравствуйте. Спасибо за ваш энтузиазм и заряд позитива. Спасибо. Роботы нас не убьют. Итак, у меня вопрос. Вы сказали у нас три сценария развития. Это круг, спираль и экспонент. Экспонент, да. Вот с развитием интернета и все, что мы видим, то, что происходит последние 20 лет. Не считаете ли вы, что мы в начале экспоненты, которые вы сказали, что маловероятны? Я на это очень надеюсь, но есть мы, несомненно, внутри экспоненты в плане объемов информации, которые мы генерируем и обрабатываем. Но есть очень тонкая разница, которую понимают и люди, которые работают с анализом данных, и люди, которые… Когнитивные психологи. Есть разница между информацией и знанием. Вот. Мы в плане информации точно на экспоненте. А вот умеем ли мы извлекать из информации полезное знание экспоненциально, это пока не очевидный вопрос. Очень бы хотелось, чтобы да. Спасибо. Играем в Блиц. Быстрые ответы, потому что у нас много вопросов. И снова глаза вверх. Номер семь. Номер семь. Привет. Спасибо. Я заслушался. Ближе к микрофону номер семь. Сейчас попробуем. Спасибо. Я прямо заслушался, как интересно было. Вот эти слова про скуку, они традиционно ассоциируются с государственной бюрократией. Как изменится вот эта сфера? Она станет лучше. Ребят, а вы пользовались центром моей документы? Вот так, кстати. Вот ответ. Стало не так скучно. На самом деле есть… Ничем не нам. Я могу посоветовать одну хорошую книгу. У Фукуямы есть история политического порядка History of Political Order. Это двухтомник такой довольно большой. Он там много пишет про бюрократию в конце, про то, как бюрократия важна для государства. И один из его тезисов в том, что очень важно, чтобы бюрократия была автономной, чтобы закон был одним для всех, чтобы бюрократия правильно, корректно работала с любым документом. Он прямо описывает то, как робот работает с документом. Почитайте. Вообще хорошая книжка. Если вам это интересно, вы там много других мыслей подчеркнете. Продолжаем верхний ярус. Номер восемь. Да. Здравствуйте. Меня зовут Стас. Спасибо за ваш доклад. Я хотел спросить, какая, на ваш взгляд, все-таки вероятность потери контроля над технологиями, потому что вот в описании ваших сценариев, на примере терминатора, от противостояния к союзу между технологиями и человеком, мне кажется, вы упустили как раз вот эту важную деталь. Там же тоже как бы сначала было союз, взаимодействие, взаимопомощь, но просто произошел такой момент потери контроля. И вот буквально накануне конференции в СМИ облетела такая новость, что там какой-то шлагбаум подписался на какую-то рассылку. И эта новость получила очень широкий резонанс. И мне кажется, это как раз такой пример. Потеря контроля над технологиями всегда опасна для человека. Потеря контроля над дубиной была очень опасна для пятикантропа, который ты дубиной получал по голове. Это естественное свойство любой штуки. Если вы перестаете ее контролировать, она может причинить вам вред. Но я не понимаю, чем принципиально история с искусственным интеллектом отличается от потери контроля над атомной бомбой или от потери контроля над, я не знаю, автомобилем в процессе управления этим самым автомобилем. Руками вы просто ведете и, не знаю, бреетесь одновременно за рулем. Но это глупо, не надо так делать. Не надо, если вы работаете с какой-то штукой, и эта технологическая штука потенциально опасная по каким-то причинам, контролируйте ее. Нормальное дело и нормально будет. Ну, как бы, есть куча других способов коллективно самоубийца. Чему надо выбирать машину? Самый сложный. Номер три, пожалуйста. И мы скоро будем подходить к финалу, потому что уже время. А нам есть еще что сказать с Ваней Хором. Мы будем рады этому, да. Здравствуйте, Иван. Меня Денис зовут. У вас классная футболка. Спасибо. Вопрос такой. Вот в Силиконовой долине не так давно была создана структура под названием Церковь Искусственного Интеллекта. Вы, наверное, предлагаете мне туда записаться пастором? Вы знаете, я советую подумать над этим, потому что Илон Маск проинвестировал туда, вы знаете, один миллиард долларов. Ну, не просто так, наверное, да. Эти ребята занимаются тем, что изучают, как нам эффективно передать власть над человечеством искусственному интеллекту, как такому сверхразуму, который никогда не ошибается и принимает суперрешения. Потому что, ну, мало ли что, а то вдруг передадим, и мы будем Илон Маск, тролль 80-го уровня, довольно известен этим. И он известен как человек, который прямо технофобскую позицию в плане искусственного интеллекта занимает. И поэтому эта история, она, конечно, в этом контексте, мне кажется, ее стоит воспринимать. Поэтому я не хотел бы принимать в этом участие и не хотел бы это обсуждать, потому что, мне кажется, это чисто пиар и это не имеет под собой фундаментальных научных обоснований. То есть пастором вы отказываетесь быть? Давно. Так, спасибо. Давайте два последних вопроса, потому что я вижу два человека стоят. Один у номера два, сейчас твоя очередь. Потом еще один вопрос у номера три, да? Или больше нету? Все. Отлично. Тогда финальный вопрос. У тебя большая честь, большая ответственность. Ты задаешь финальный вопрос конференции Як-2018. Вообще, no stress. Давай. Спасибо. Во-первых, хочу возразить к идее с дубиной и атомной бомбой, потому что они были объектами. Искусственный интеллект во многом уже становится субъектом, и это всерьез повышает потерю контроля, как и над любым другим субъектом это человек. И следующий вопрос к этому, основанный на реальном кейсе, один мой знакомый разработчик на регулярной основе заявляет то, что ребята, расслабьтесь, скоро машины будут писать код за нас, а что будем делать мы, это уже прям вот вопрос. И вопрос следующий. Возможно, из области фантастики не жду серьезного ответа, но есть ли серьезные предпосылки к тому, что вот этот вот субъект, искусственный интеллект, научится делать и интересную креативную работу за нас, как в примере с песнями или написанием картин. Ваня, можно я разобью твою мысль? Давай. Вот, которую раньше вы сказали, потом ты ответишь. Мне кажется, прослушав Ваню, что этому человеку удивительно скучно писать код. Он пишет скучный код. Во-первых, а во-вторых, это хороший ответ, но на самом деле, как только искусственный интеллект научится делать креативную деятельность за человека, людям станет скучно делать эту креативную деятельность. Они будут воспринимать эту деятельность как, ну, камон, это неинтересно, это умеет делать робот. Это ровно про это. Это история про то, что человеческий мозг легко находит себе новое занятие. И я в этом смысле, я не то чтобы оптимист машинного обучения, я оптимист человеческого мозга. Я считаю, что если пришла машина и начала делать что-то лучше меня в этом месте, ой, в этом месте, то я найду другое место, где приложить свои мозги. И я верю, что другие люди тоже на это способны. Вот и все. История про это. На этом оптимистическом ответе мы заканчиваем Q&A сессию Вани. Ну, Ваню послушали, я думаю, хорошо провели время, потому что Ваня прекрасен совершенно. И его слушать, это, в общем, очень полезно, мысль будет, но при этом как-то все время улыбка на морде. Итак, все. Всем пока. До новых встреч.